27 сентября в российском календаре знаменательных дат отмечено Днём Воспитателя и всех работников дошкольных образовательных учреждений. С профессиональным праздником работников ямальских детских садов, а это больше трёх тысяч специалистов, сегодня поздравил глава региона Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что эта профессия одна из самых почётных и гуманных в мире. Цитирую. Именно благодаря вашему ответственному отношению, любви и преданности делу, маленькие ямальцы окружены вниманием и заботой, получают знания об окружающем мире, делают свои первые открытия, учатся самостоятельности, трудолюбию и доброте. Я искренне благодарю коллективы детских садов Арктического региона за нелёгкий и благородный труд, добрые и отзывчивые сердца, незаурядный талант, великое терпение, достойное воспитание наших будущих граждан. Уверен, что каждый новый день для ваших воспитанников будет радостным, увлекательным и полезным. Пусть ваши знания, педагогическое мастерство и творческий подход в организации воспитательного процесса будут надёжной основой для будущих успехов наших юных земляков. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был открыт первый в России детский сад. Основателем его была Аделаида Симонович. С первыми воспитанниками сада проводили различные игры, занимались конструированием и даже преподавали курс «Россиеведение». По мнению Симонович, детская садовница, так в те времена называли воспитателей, должна быть образованной, энергичной, бодра, веселой, строгой, но не злопамятной, взыскательной, непридирчивой и должна знать природу детей. Прошли столетия. Сегодня в России насчитывается 60 тысяч детских дошкольных учреждений. А требования к их сотрудникам в принципе остались прежними. В нашем городе работает 8 детских садов, которые посещают 1923 ребенка. Они находятся на попечении 152 воспитателей. Большинство из них свой профессиональный праздник встретили на рабочих местах. Наша съемочная группа сегодня побывала в детском саду «Пингвин». Репортаж Ирины Волокитиной. Я вам показываю картинку, а вы мне называете, какой же это вид транспорта. В ее трудовой книжке есть только одна запись, принята на работу в детский сад «Пингвин» воспитателем. О своем решении Лилия Томинюк ни разу не пожалела и успешно проработала здесь уже более 20 лет. Трудно подсчитать, сколько детей она воспитала за это время, сколько раз прочитала им мой додыра, сколько раз утешала, жалела, хвалила своих малышей. И каждый ребенок всегда находил в ней не только помощника, советчика, учителя, но и свою вторую маму. Добрая играет с нами, она с нами дружит, мы с ними ссоримся, воспитатели у нас очень хорошие, мы их любим. Кушаемся, нам нравится ходить в садик, играет с нами, показывает нам новые игры. Я их обожаю. Любимая воспитательница была и у самой Лилии Томинюк. Столько лет прошло, а она до сих пор с теплотой вспоминает свою Анну Ивановну, которая помогла ей в выборе профессионального пути. А теперь уже и к Лилии Григорьевне, ее воспитанники приводят своих детей. Ей очень нравится с ними петь и танцевать, шить и конструировать, рассказывать об окружающем мире и отвечать на их вопросы. Дети – это неиссякаемый источник энергии. И поэтому, даже если воспитатель уставший, бывает, когда приходится работать в две смены, то, увидя глаза ребенка, который смотрит очень часто на тебя с восторгом, и ты понимаешь, что ты что-то дал детям, что-то вложил в них хорошее. И усталость уходит как-то, и чувствуешь, что день прошел недаром. Лилия Григорьевна не только воспитывает детей, но и сама старается постоянно развиваться, искать что-то новое в профессии, повышать свой уровень знаний. Чем больше я знаю и умею, тем мне проще общаться с детьми, а им со мной интереснее, говорит воспитатель. Еще она уверена, что нужно уметь работать не только с детьми, но и с их родителями, всегда взаимодействовать со своими коллегами. У меня старшая дочь сюда ходила. Я очень довольна нашим садиком. У нас, конечно, очень многое изменилось в хорошую сторону. Преподаватели очень хорошие, потому что меня прям радует. Мы ни в какой садик другой не хотели бы ходить. У нас воспитатели очень активные, они очень ответственные, и еще благодаря, конечно, коллективу. Потому что у нас коллектив очень скваченный. Детский сад «Пингвин» – один из восьми дошкольных учреждений города. Каждая из них, говорит начальник управления образования Людмила Муратова, по-своему уникальна. Например, в «Волшебнице» подрастают юные экологи и агрономы. В «Катюше» воспитываются будущие спортсмены, в ягодки – журналисты и писатели, в улыбки – ученые и изобретатели. Детский сад «Пингвин» – лидер предоставления дополнительных услуг образовательной сферы. В «Ромашке» большой любовь и поддержку находят особые детки. Дружный коллектив сказки помогает своим воспитанникам видеть мир в ярких красках. А педагоги теремка раскрывают малышам их творческий потенциал. Наша система образования уникальна тем, что в ней люди легкие на подъем. Они очень быстро подхватывают все то новое, что требуется. И самое главное, что они это умеют как-то так быстро применить и воплотить в жизнь. И они очень дружные. Почти каждое утро 1923 воспитанника спешат в свои детские сады. Их там ждут около 300 педагогических работников, в том числе 152 воспитателя. Воспитатели детских садов становятся первыми учителями жизни. И одними из тех, кто закладывает ценности. А эти ценности человек потом пронесет через всю жизнь. Я очень хочу в этот день пожелать всем работникам дошкольного образования, чтобы работа приносила радость, вдохновение. Хочу пожелать здоровья, душевной стойкости, благополучия, мира, счастья в семьях. Сегодня много поздравлений и пожеланий прозвучало в адрес городских воспитателей и дошкольных работников. Но в основном они принимали их на своих рабочих местах. Вот и Лилия Томенюк отметила свой профессиональный праздник в дорогом пингвине с любимыми воспитанниками. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев, Дмитрий Сверид, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова